физкульт привет друзья и ученики и просто случайный зритель сегодня я вам покажу отличнейшую тренировку кстати я ее провожу сам несмотря на то что уже на темной стороне силы для натурального атлета опробуйте ее и вы почувствуете как грудные мышцы наполняются кровью почувствуете нереальный памп и в бицепсах и в трицепсах будем качать сегодня грудь трицепс бицепс поехали но перед тем как показать и рассказать вам о данной тренировке напоминаю что вышли в свет две мои книги о женском тренинге и его мужском настоятельно рекомендую если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания приобрести эти книги они довольно таки доступны но информация собранная в них колоссально особенно если вы инструктор или хотите стать тренером взять на себя смелость ответственность тренировать других людей вы обязаны изучить данный материал просто хотя бы даже для ознакомления после общей разминки и специальной разминки я начинаю делать жимы узким хватом обратите внимание на ширину хвата это относительно узкий хват но и не широкий как вы видите почему так потому что если браться уже во первых теряется эффективность упражнения и возрастает риск не только на кистевые суставы но и на вращатели а вы знаете что суставная манжета плеча на самом деле сам сустав плечевой это мышцы вращатели стоит их потянуть растянуть или еще как-то негативно воздействовать по типу тупого упражнения гильотина неважно как это скажется на вашем здоровье на состоянии самого сустава и они будут вас беспокоить будут болеть ни в коем случае не делайте этого я сделал четыре разминочно подводящих подхода и выполнил на 7 повторений один рабочий подход следующее упражнение будут жимы гантелей но это что-то среднее между жимом и разведением это приведение в виде жима гантелей перед собой потому что мы знаем что основная функция грудной мышцы приводить руку перед собой вот постарайтесь поймать это движение делать как же но разводить вы почувствуете как ваши грудные мышцы натягиваются и обязательно сокращайте их в конце амплитуды то есть в верхней точке движения именно такая техника позволит вам максимально задействовать мышечные болота по всей длине естественно нельзя воздействовать на грудную мышцу только на ее внутреннюю часть или на внешнюю можно только увеличивать общую массу грудной мышцы помните об этом всегда так как мы с вами поделали жимы а первое упражнение по сути было для трицепсов хотя грудная мышца тоже очень хорошо работала последнее время я жимы лежа не делаю мы переходим с вами к бицепсу бицепс тоже наполнился кровью кто не знает когда вы тренируете трицепс бицепс тоже приходит кровь мы можем с вами хорошенько поработать естественно сначала нужно сделать несколько разминочных подходов после чего я поработал сегодня в трех подходах на 15 повторений больше памповая тренировка но последние пять повторений были действительно тяжелыми через жжение через боль через те ощущения кайфа о которых рассказывал всеми нами любимый арнольд шварценеггер и пришло время поработать на голени голень сегодня поделаем в станке сидя на самом деле друзья это миф что стоя работает икроножная сидя работает камбаловидная на самом деле эти мышцы обе трудятся и в положении сидя когда вы выполняете станке и в положении стоя обе мышцы работают поэтому есть смысл на одной тренировке делать одно упражнение на другой тренировке делать другое естественно давая время отдыха на то чтобы мышцы голени восстановились хотя они как вы знаете очень быстро восстанавливаются все равно каждый день тренировать их не стоит вы очень быстро загоните мышцу в перетренированность делаем разминочные подходы и три рабочих подходика на 12 15 повторений обратите внимание на особую технику выполнения движения когда опускаете вниз одним движением пятку а поднимаете ее вверх двумя движениями снизу до параллели стопы с полом а затем вверх опускаете вниз и снова снизу до параллели с полом и вверх подобная техника позволяет снизить вес но увеличить воздействие на икроножные и камбаловидные мышцы попробуйте обязательно и отпишитесь в комментариях также напоминаю вам что вы должны сосредоточиваться на движении как будто жмете большими пальцами естественно жмем всеми пальцами но мысленно представляем что выполняем работу именно большими пальцами вы почувствуете разницу в ощущениях при выполнении данного движения жду комментарии на то как вам понравилась подобная техника заключительным движением друзья мы снова с вами проработаем уже уставшие грудные мышцы и трицепсы и будем делать естественно лучшее упражнение на грудные мышцы и на трицепсы кто бы что не говорил это отжимания от брусьев сегодня постараемся в четкой техники сделать без дополнительного веса на максимальное количество повторений четко медленно вниз четко подконтрольно вверх без рывков стараясь прочувствовать мышцу на каждом участке движения амплитуды и вверх и вниз не забывая что негативная фаза такая же а возможно даже и более важная и эффективная чем позитивная у меня получилось 25 повторений ну что на этом наша тренировочка закончена надеюсь она вам понравилась когда вы ее посмотрели я уверен она вам еще больше понравится после того как вы ее опробуйте на практике ставьте палец вверх обязательно отпишитесь в комментариях после того как вы ее попробуете какие ощущения по-другому как-то вы тренировались до этого или тренируетесь также придерживаясь моих рекомендаций спасибо друзья что смотрите делитесь моими роликами в своих соц сетях это лучшее что может быть от вас благодарность и мне и каналу и вы помогаете развиваться тем самым и лайком и дизлайком и комментарием увидимся как всегда в тренажерном зале всем сухой мышечной массы и силы без травм напоминаю что вышли в свет две мои книги о женском тренинге его мужском настоятельно рекомендую если вы хотите разбираться в тонкостях тренинга питания приобрести эти книги они довольно таки доступные но информация собранная в них колоссально особенно если вы инструктор или хотите стать тренером взять на себя смелость ответственность тренировать других людей вы обязаны изучить данный материал просто хотя бы даже для ознакомления а а а а а а а и а а